Поддержал ваш канал на столбе и сообщил, что ты любишь собака-доллар Циркумфлекс, ты даже неправильно последовательность Собака-доллар, а циркумфлекс не поставил Восписательный знак поставил Ты промахнулся опять по клавиатуре Третья ошибка уже за последние две минуты, пух Спасибо за соточку Так, Colorful и Moon Суровый, смотрите, брови сдвинул У Moon бывают такие мимические выражения на лице И хорошо, что будет камера работать на протяжении всех игр Это может быть, что у нас есть мимические выражения Они более обеспечивают основные ленщины Да, это эльфийский мирор, конечно Но сейчас я в предвкушении высокого уровня должен показать класс мумчанский Поехали Жена откормила пельмени Да, я обязательно после этой серии поем, потому что уже начало шестого, а я не завтракал К сожалению Хотя малинка какой-то... Нет, это не считается Да, Moon, вот-вот-вот, Inner Voice, ты правильный смайлик нашел Прямо такой... Такой суровый Просто очень суровый Территорию же пельменей захотелось, говорю, тиранчик Да, это оно так работает А если еще, например, я возьму тарелочку борщица, например, да? Возьму сметаночки домашние С хлебушком, с чесночком Включу камеру и буду есть Представляешь, что произойдет просто на трансляции? Особенно у тех, кто не кушал Давно А я же буду рассказывать, насколько это вкусно Попросил жену сварить пельмени, говорю, три них Да, очень удобно Очень удобно Столько уже времени мы с вами следим более-менее так за Варкрафтом Мы играли когда-то, активно кто-то до сих пор играет, активно Большая, конечно, часть уже просто следит за сценой периодически Но прошло уже много лет Многие люди повзрослели, обзавелись семьями Появились жены, дети, работа Ну и появились, соответственно, свои плюсы И если раньше мы могли перебиваться между играми в Аргане Там, не знаю, варя те же самые пельмени Или там заваривая, или там перехватывая шоколадки Закидываясь энергитосами Кто как, короче Макарошки сварить тоже довольно быстро можно было То сейчас есть жены, которые любят, которые кормят И это безусловный плюс Всем женам, которые сейчас слушают это Благодарность, уважение, привет Спасибо Все для гастрита в будущем делаем Да, да, ну басы Попросил жену сварить пельмени Сейчас вспомнил, что жены нет Говорит, к кейка Я жениться, говорит, захотел, говорит Гордон Хок Или ног, или нос Так, давайте к игре Сначала разберем с цветами Мун уже доминирует Он подрезал жильца лесных троллей Разменялся чуть хуже по здоровью, но зато Ну да, у него демон битый, но зато у него прист есть Который сможет восстановить много-много-много здоровья У него там 200 маны за каждое лечение, за 5, 12,5 То есть там в нем, с учетом регенерации, наверное, 600-700 хп заложено А, Мун в красном Не, Мун в красном, понятно, Мун в красном действительно Это Мун потерял приста Это у Муна был здоровее Демон Хантер, но это мелочи Все наоборот Все перепутал Сказал, чтобы не перепутать, разобраться, и перепутал Типичный Майкер Попросил кота сварить пельмени, он говорит, что у него лапки Привет, Калькирия, все в порядке Я не совсем понял вопрос Сейчас разбежались Крипит Colorful Ой, добил, 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 добил Барака Мун Да, это он зря, говорит китаец Полностью согласен Но Труша Таура выпала Правда, не знаю, насколько она будет здесь актуальна Учитывая Димок и выход, соответственно, в лорнице Ну вот это как раз то, что объединяет Фогича и Муна и Соника Умение Допустить грубую ошибку На фоне На фоне серьезного, ну, на фоне сильного уровня По игре Если ладен на Соника, там можно простить Он в целом такой импульсивный человек А тут вампиризм выпал, да, и оживились комментаторы То у Муна Уровень игры выше, но ошибки он может совершить такие же А вампиризм-то другое уже В импиризм уже 20% И пятнашка старая была Была прекрасна А двадцатка под медведей, это прям Ах Но Мун ставит базу Может он решил сыграть вообще через масс-дриат Раз у него, ему выпала Труша Таура Почему бы не замасить, как в старый добрый Но он обычно под масс По крайней мере, ну, не обычно, а раньше под масс Он брал вторую Он вообще через потму играл Да ладно, вот так отдали просто нычку Видимо, да, он не готов Он был противостоять третьему демону и Наге Понял, что нычку в любом случае отменят И это потери по ресурсам лучше не терять Видите, из-за того, что не добил юнитами, а добил деревом Он сейчас страдает У него второй Димка Все еще второй Димка Вот, пожалуйста, второй Монобер на 100 То есть в 4 раза эффективнее этот играл У-у-у-у-у-у-у-у Тп еще минус Это минус Мун, похоже, 1 катки Ну, дважды отменен экспенд Минус телепорт позади по и т2 у него амун будет продолжать ставить эту третью базу ай-яй-яй-яй да он продолжает ставить он в маздре отойдет его можно понять понимаете когда противника упадает вампиризм а тебе упадает рушотаура ты понимаешь что в лейте если бы у вас будет одинаковые стратегии толку нет немного то есть у вас будет сразу же минус полтора грейда по факту из одного предмета постоянно будет отставать ну и опять же это лучше чем это даже больше чем полтора грейда потому что и действует же еще на демон хантера по крайней мере tower на га не понимает что происходит на диму кто действует поэтому он решил что если мне не повезет я буду действовать сейчас да ладно третий раз отменит что ли да ладно все в руках colorful просто вся игра он выиграл себе столько времени у него уже т3 у него уже идут первые медведи ё-моё я не такую игру ждал отмену что он отменил т3 колорфул отменил т3 там точно делался грейд на т3 это конечно графика рефорж но я видел что грейд делался а лорницы то были уже готовы может быть это из-за эмоций друзья потому что даже групповой стадии даже групповой стадии если вы из выходите вы попадаете уже призы а там там деньги и тут вы как бы играете против муна и у вас все хорошо но не может быть так все равно нервы дикие нервы мужчина на 14 13 10 ох мун чанский 10 хитов у до Sephora у демон хантера с телепортом нет он без телепорта и бегает что чтож неном он забил уже на экспант еще 3 раза и вон отменял и тык грейд на следующий тир Фух Дрядок классно вытанковывает Тритаргет попытался сделать Нага получила третий Нет, ставит нычку Ну, блин, Мун что А как он собирается в Дряд-то играть В такой затяжной игре Тут протектор Что происходит Какой протектор Нет, там Т2 у Муно Он не делает Т3 Ну, тогда можно и протектор Нет, я не понимаю Я вообще не понимаю Такие, тут Майн Геймс На каком-то безумном просто уровне Безумном Вот, вдумайтесь просто Зачем вы делаете протектор У себя на Мэне Если вы трижды Отменили строящуюся базу Противника 250 рублей сообщает Так Ты не можешь выиграть чудом Из ужасной ситуации Если сначала в нее не попадешь Да С Мунзи Искусство войны Войны Искусство войны И главное у Колорфула Не было потерь То есть он Ладно, если бы он там Отменил три раза базу И там насливало какой-то лимит Но У него ситуация не хуже Даже лучше, чем у Муно Смотрите Лимиты сопоставимые Денег на руках там полтысячи еще Герои по уровню лучше Ладно, так же Окей, сейчас уже так же Четвертый, там третий Четвертый, третий И ты делаешь протектор у себя на Мэне Может из-за того, что Типа он отменил Т3 Подумал, что единственное, что может сделать сейчас Мун Это каким-то макаром допушить С козочками Но Но нет Короче, Мун в четвертый раз закинул Невод Он продолжает играть в Дриад По Дриады Вообще, если в чистом поле, конечно, Дриады Медведям, Дриадам проигрывают Если там с той стороны есть товарищи с Медведями и Дриадами То Ваших Дриад штрафуют по мобильности Вы не можете разводить на Яде на замедлении И Как бы Ну, ничего не сделать Медведи все-таки сильнее Дриад Вот Но если вот в таком Дефенс варианте, да Когда впереди АО Когда есть герои Рядом Мун Вейла есть И Мун довольно часто отбивался Именно в такой ситуации На ТС Играет через МАЗ Дриад Только Раньше он это делал В классическом Ну, раньше по-другому играли, естественно, да Но он любил как раз на этой карте играть в Патму И контрить Димку с Медведями Как раз Т2 и МАЗ Дриадами Потому что есть Аура Есть возможность пойти в агрессию, если что Потому что Патма всегда тебе оставляет шансы на второй барак На агрессию, на застройку То есть противник там уже такой Замкнутый получается То есть тебе проще ставить базу Потому что он Даже о разведке часто не думал Вот Но здесь другая ситуация 70 Калорфула 64 Муна Причем у Калорфула еще 4 Медведя есть Но барак, он стоит как 2 Медведя У него жизнь не как у одного Медведя Но из-за фортификейта он прям Но барак нужно сносить, к сожалению Форкет 1, форкет 2 Иллюзия хорошая на Димке, но тут же понял, где иллюзии Не диспелит почему-то Очень много внимания Где диспел-то вообще? Очень слоупочный диспел Очень слоупочный Эти иллюзии вытанковали очень много урона Дриады Муна, Свиток Фокусят Да ладно Свиток 2 нужно читать Если он есть, его нет Медведи убивают Дриадочек Дриады Муна, естественно, фокусят вражеских Это, ну, у них бонус по ним Но они неизменно, видите, вынуждены лицом танковать просто медведей Это очень неприятно Вот Сейчас Свиток напрашивается Потому что Дриад ты по-другому не вылечишь Купила, кажется, Нага Свиток Купила? Да, шикарно Не сразу, видите, распределяет урон Распределяет Ну, уже пора, да Увезает Свиток, шикарно Ну, Мун Дриад контролит просто как Как никто не контролит Дриад Все, я отбился и Так как это? Как? Калорфул приходит с большим лимитом Который более технологичный еще И при этом проигрывает Ну, там, конечно, эти Демон Хантеры столько впитали У тебя И главное, у Лавлиета У Калорфула Я, наверное, его пару раз уже за эту игру Лавлиетом назвал Он У него стоят Дриады с полной маной На его глазах появляются новые иллюзии Демон Хантера И он их не диспелит А Димка, он как бы плотный Понимаете? У него все нормально Даже несмотря на то, что иллюзии получают два раза больше урону Ну, у вас там, по сути Добавилось там полтора косаря здоровья Внезапно Там три Демон Хантера По, там, 900 хп У каждого И все, это стоит и танкует И все, ну, у Калорфула было все отлично Он три раза отменил экспанд Три раза отменил экспанд Был впереди по уровню героев У него вампиризм И он не может справиться с Дриадами Что? И, конечно, все медведи бегают Просто никуда За одним юнитом, за Димкой Толпятся О-о-о-о Поплыл Они не атакуют Они бегают Просто за Демон Хантером Что за хрень Они вообще не атакуют Ну, через атаку пошли их хотя бы Спасла через атаку Как бездарно Калорфул здесь сражается уже Но это все Мун уже такое не должен отдавать Экспанд у него есть Он сейчас Дриадами И будет В разные стороны его разводить Просто и все Свитки покупает Под магазином Под боком Контролирует экспанд Видите, разведочка Красная точка Небольшая пиксель На экспанде у Калорфул Все Мун прекрасно понимает расклад Уже или плюс 10 лимита Ловят, правда, Дриад Трех Муна А вот это уже опасно Потому что пятый Дима А пятый Дима Это Ну, не сам пятый важен А важно, что Если будут продолжаться размены Если Мун там где-нибудь Подкормит козочками Димку до шестого То Козы вообще ничего не могут сделать С Демон Хантером под ультой Только убежать Но если ты убегаешь Ты теряешь экспанд Ну, Муна тоже пятый Дима После одного убийства Но Мы сравниваем Диму Шестого потенциально против Медведя И шестого потенциально против Дриад Понимаешь? Это же совсем Совсем разные вещи Форкет пошел Все еще У Колорфулу 62 лимит на 69 Свиток отличный Надо кайтить здесь Муну Очень много красных Дриад Сейчас будет погибать Одна, вторая, третья Телепортируется к Колорфул А потому что медведи красные Ой, не успел добить Мун последнего медведя Очень грамотный Какой тайминг телепорта Посмотрите Он спас четырех юнитов Которые бы просто по щелчку В следующие несколько секунд бы развалились Не спасти было их 66 лимита на 56 Но время Время работает не на Колорфула К сожалению База у Муна есть Это отражается на лимит 70 лимит на 59 Светка, кстати, нет Там Дима с двумя кольцами 7 плюс 7 у него армора Дирижабль Это спасать медведей Он про него забыл Более удачный Моноберн сейчас был со стороны Муны Протектор подходит Протектор Замечательно против Дриа Правда, нужно время для того, чтобы он И внимание на него тоже нужно Хотя тут не по кому больше стрелять Кроме как под рядом Видит протектор Восемьдесят лимита коза И Дирижабль Но лимита тут уже хватит под шестой То есть если вот сейчас убить с одной стороны и с другой стороны лимит То это будет и там шестой, и там шестой Но маны может не быть у Демон Хантера на ульту Ой, отступает Ну зря Просто Colorful подошел так близко То есть ему надо держаться именно протектора Возможно даже заходить прям под экспанд Что сейчас его может Мун отзонить как-то И навязать сражение не под протектором То, что там протектор стреляет по дереву Это можно еще 3 минуты пусть он там стреляет По фортификейт армору Там штраф колоссальный Ой, подрывник Оооо, шикарное решение Логичное, простое Минус Дриадка Дима очень битый Став на медведей Сумасшедший идет контроль Свиток первый пошел от Муна Кстати, Дриадами он не так, как мог бы еще контролить Контролит Видите, впереди Дриады у него умирают 5.4, 5.2 Размен пока в пользу Colorful Очень битый Демон Хантер Инвул врубает Подконтроливает Дриадок Отрезает Дриад Colorful слева 5.6 уже Против 5.4 Падает еще тролль В целом равный размен получается На данный момент Но равные размены, конечно, выгодны Да ладно Есть став Став Есть став Оооо Равный размен выгоден Муну, конечно же 50 лимита на 70 Битые козочки Но это вопрос одного свитка А свиток появится в 6 утра В самое ближайшее время появится свиток И дирижабль тоже взял Мун для того, чтобы проще было контролить Дриад А может он не долетит Ай-яй-яй-яй-яй-яй Нага замедляет Ай-яй-яй-яй Уже не улететь Если бы еще сразу стал А может улетит? Не, никак Как же штрафует козочек Медведь блочит Контролит, старается Прям класс 5,7 уровень против 5,5 У Колорфула ближе к шестому Но разрыв по лимиту серьезный Так и должно быть на самом деле Когда вы играете Дриадами против Медведей С экспандом И закончилась база уже Что-то я пропустил этот момент Так, пошел замес Свиток уже пора читать Чтобы спасти Дриадок Да, и свиток Прям доползла Змея Демон очень-очень битый А там здоровый у Колорфула Демонхантер Выключает из борьбы Демонхантер Моноберном выключает нагу 5,7 Еще минус Дриадка Минус Медведь Минус Медведь Почти пятая нага у Колорфула Но Дима там нарезает А Демонхантер Муна Он очень бит Минус еще один Медведь 5,8 уже Почти шестой Демонхантер У Колорфула Еще минус Медведь Не доконтроливает Минус Дирижабль Минус Дриад Нет, Дриаду застафал Дирижабу любил 33 лимита на 70 По лимиту колоссально переигрывает Мун Разменялся в очередной раз даже получше Да, здесь есть экспанд Но самая большая проблема Это вот почти шестой Демонхантер Но как его реализовать? Как его реализовать? Как? Потому что при желании Можно уже Муну избегать сражений Мобильность есть Какое дерево маленькое Что сделали с деревом? Но это безусловно плюс Возможность Ну, прожать ульту И по крайней мере заставить противника Отступить, стелепортироваться Там потерять какое-то количество юнитов на этом На 33 лимита Против 65 Еще один свиток Ну это классно Представляете, вы играете в Мироре Выпадает вам вампиризм Ну, вы играете против эльфа Ему выпадает какой-нибудь ненужный артефакт Все, и при прочих равных Если у вас приблизительно одинаковый уровень контроля Уровень игры Выигрывает тот, на чьей стороне рандом Вот И сразу так О, тут дисбаланс Вот эту ауру надо пофиксить Вот ему повезло А мне не повезло Муну не повезло Ему выпала трешет аура И он берет и просто играет в другую страту От артефакта То есть противнику выпало одно Ему выпало другое Он играет нестандарт Просто потому что может Перестроиться Ну, большинство так не заморачивается, естественно На право-уровне-то крайне редко Смотрите, сколько у него Три кольца Там такой бронированный Демон Хантер Ох, а еще ему плюс 500 хп добавят Но лимита нет 44 против 73 Даже если он там Добудет этот шестой уровень Каким-то макаром Но это явно байтерская дрядка Обменялись бернами Фокус файер Ну а уже без маны К сожалению Нет, ну все уже Преимущество колоссальное Муна Прыгает, прыгает рядышком Ну, тут у него под боком еще магазин То есть он, скорее всего, закупит еще второй свиток Два свитка взял Там три свитка лечения, представляете? Ну, дряд по-другому нельзя лечить То есть у вас нет простого способа их вылечить Риджу у вас нет Мунвеллы на всех не напасешься Особенно учитывая то, что у них есть запас маны Если она не полная, то они выжирают там Два к одному Ну, в общем В два раза больше В общем, они выжирают С маной Даже больше получается Начинается сражение Можно по контролю дирижаблем Мун чуть не заморачивается У меня Димка в самом центре А-а-а Стафы Совсем невыгодно делать О, пошел, пошел контроль Мун там дирижабль Тык-тык-тык Оп-оп-оп О-о-о Шестой, Дима У него маны нет даже на ульту А пока он там будет бегать домой Покупать бутылку И еще что-то Тут падают медведи Один-второй Шестая Нага уже Сейчас Форкет получишь Сейчас Форкетом можно убить Диму Нага, ты чего? Ой, он же мог Форкетом убить О-о-о Ультуем О-о-о Там 2-9 Покажи, покажи справа Минус, мой герой Муна, мол, может быть О-о-о-о Мун сейчас в такой ситуации Он мог потерять просто двух героев над этим Да ладно Ну, спокойно отступает Такая нестандартная игра Начиная от От момента, когда Мун решил играть Не в это самое, не в медведя, в дриад Увидев, какие артефакты ему и противнику выпали Потом три раза отмена экспанда Colorful сильно впереди Потом отмена Т3 от Colorful абсолютно непонятная И Protector, видимо, совсем вот эта отмена сбила А потом Странные весьма сражения, когда вроде как у Colorful больше лимита И он более качественный И все равно Ну как там, там иллюзии Там медведи, которые бегают в одну сторону за одним юнитом Невероятные вещи И Мун, который мог подарить в конце Такую жирную надежду Потому что Два героя у него 6-6 Могли просто сдохнуть Свалившись в воду из дирижабля Они реально могли свалиться Потому что ульта Демон Хантера Там хороший урон Нага Со стрелкой замедляющей Тоже хорошо долбит О, Торнадо взял Новый Торнадо Эй, Colorful на халяву Хотел сейчас базу снести Взрывается вынужденно в Дриад Один взорвался, другой не успел Зажимает Colorful Уже не улететь отсюда Джи-Джи пишет Colorful И Мун одерживает победу Но Это очень странная игра Очень странная игра Но зато интрига Потому что Первая часть была Прям за Colorful Прям за Colorful Столько времени Столько денег Мун потратил На восстановление базы То есть мало того Что он ее трижды отменил Это кругленькая сумма Он позже значительно ее поставил То есть он там несколько Наверное тысяч даже не добыл Вот у вас Там один раз отменили на середине Полторы минутки вы потратили Потом сейчас какое-то время Вы снова ставите Тоже отменяют То есть как бы уже там Три-четыре минуты Потом еще раз и опять отменяют И за каждую минуту вы не добываете 600 голды То есть там реально суммы исчислялись в тысячах золотых недодобытых По-хорошему Если вы вот играете в Дриад и в Т2 против тайминговых медведей Ну вы ставите базу Вы ее защищаете Вы ее защищаете Как Вайтра завещал Ну и боретесь Плюс 10-15 лимитов против медведей тайминговых Своими козами Это стандарт Но Colorful опять же Из-за вот этой вот отмены Т3 Тайминг сбился у него дико Из-за построенного протектора Который немаленьких денег стоит И он абсолютно не нужен был ему в результате Он пришел к Муну Ну с нужным лимитом Значительно позже То есть если бы вот это не отмена Т3 Ситуация была бы значительно лучше Значительно Посмотрим, что будет в следующей катке Тиранчик это что такое Ничего зашла тут Так, прошли феми лучшую из нас На контрасте Давайте познакомимся У нас есть план по играм На самом деле Поэтому Я попытаюсь там что-то в Диабли поиграть Дальше у нас Into the Bridge По следам FTL Где-то в это время Где-то в это время у нас еще Хеллблейды всякие Которые выбирали И Kingdom Come Вроде как еще Вот смотрите Первый раз отменили Где-то в середине процесса Второй раз побыстрее, конечно Да Но там были еще паузы между Вот здесь, кстати, Colorful больше И он так долго тупил Не диспейлил иллюзий Димки Это уже сильно позже Это уже ничего не решает битва О, хороший момент Половина здоровья Там очень помогли Дриады Тем, что подземерили Нагу И она не нанесла пару выстрелов Здесь уже тоже все понятно И традиционно на таких турнирах Жестких Чем дальше, тем интереснее будет Сейчас группы Почти каждый с каждым Ну, поменьше, конечно, матча Потому что система несколько другая Потом плей-оффчик И все сильнее и сильнее Все напряжение и напряжение И ставки растут А, и два челленджа на варике висят в закрепе Блин, точно Два челленджа Проиграть не больше 10 игр из 30 в ладере Сыграть 30 каток на под ладере за рандом до 1 августа 30 каток Я думал, 50 на 30 Ну, 30 из-за Просто 30 Это, ну, сел с утра, закончил вечером Закрыл, забыл В среднем 4 катки в час Стандартный 8-часовой день Там еще Готика Челлендж висит на 13 тысяч Спасибо, гейнмер Ньюб До нового года в Готику надо Пройти А, пройти Готику Прям, мне нужно прям пройти Готику 1 и 2 Я думал зайти в Готику А там пройти Готику Изи, ты сгоришь на 5 катке Ну, я же не девочка Турин, слушай Ой, какой-то странный был комментарий Я хотел в твою сторону реверанс какой-то сделать Точнее, не реверанса Типа, ты сгоришь Вот, а получилось, что и девочек обидел И тебя не оскорбил Как-то не хорошо получилось Амун задумался Посмотрите, какое выражение лица у него Если не девочка, сгоришь на 7 катке Не, я допускаю, что не выдержу напряжения Судя по взгляду, они уже стартанули, кстати, игру И плечи немножко двигаются Да, рода, игра стартанула Понеслась Острова Эхо Луналики ведет Но игра прошлая была далеко не однозначная Разный тип криппинга, видите, уже выбрали Colorful пошел на лагерь наемников Мун очень сейфово На зеленые точки Давай, жгете, помогу я, лойлер Говорит, Турин Неплохой ты камин-аут сделал Теперь все понятно А ты играешь на турнирах, которые Биви проводит у нас? Демон Хантер Демон Хантер А, Патма Вот ты вот За это я Муну и уважаю и люблю Потому что он может сыграть вообще как угодно Вообще как угодно Он мог в Патму сыграть и на ТСе в прошлый раз Но я допускаю, что он, опять же, не сразу решил играть в Дриад Это была подстройка под артефакт И это очень тоже грамотно Потому что немного людей на просцене Могут вот так вот по щелчку пальца В определенный момент принципиально поменять стратегию Хотя, казалось бы, да Спасибо Благодарю тебя Спасибо Спасибо, это значит, ты опять это самое Раскладку не переключил Начал писать спасибо С это самое зашло А потом Г выпало Ты переключил раскладку, но не удалил С И в результате Ч вышло, да, опять? Мы можем сказать, что ты ленивый Ну, такой и так сойдет Типа С и С Нормально Вот А Мун молодец Мун молодец Потому что, казалось бы, разница небольшая Что там лорница, что там лорница Медведи масс Медведи масс Дриады масс Но принципиально меняется контроль Дриады и фокусить должны И у них меньше здоровья И контролить их нужно скакать вокруг И лечение у них по другой механике Я не могу сказать, что это сложнее Или легче, чем играть в медведя Но это принципиально отличается от игры в медведя Поэтому Так, а что там, был второй барак или дерево? Прекрасная разведка от Colorful Граф подчеркивание Так Специально Сейчас скажут Я вангую Давай, скажи это Прочитано Не случайно там какие-то взаимные извинения Что? Я не узнаю чатик Там либо сарказм Либо просто мир поменялся Удивительно Фален подчеркиваний темплар Поддержал ваш канал на 100 рублей И сообщает Чего сразу ленивый Может он это специально ч делал? Минус Может быть Давайте к игре По предметам Подмастер-клетка У Димки У Димки очень хороший, кстати, артефакт Потому что с подмой обычно происходит Ну, она очень контактная До появления Она вообще всегда контактная То есть до появления котов Она просто держит дистанцию Ооо, хайнемся До появления котов Она вынуждена бегать в гордом одиночестве Потому что Ну, во-первых, для котов вам нужен хантерс холл Они строятся дольше Плюс вы выступаете в роли агрессора Вам нужно какое-то время, чтобы добежать до противника В результате Получается, что Ну, когда первый кот Там уже четвертая арча делается Вот Но оставлять Демон Хантера с арчами Это, конечно, опрометчиво очень А учитывая то, что Патма Она рейнджовый герой Она вполне может Особенно благодаря инфразрению Которое делается быстрее, чем первый кот Уже держать дистанцию А уже сделано инфразрение Держать дистанцию Смотреть, где идет криппинг И там постреливать Либо по Димке Либо там По арчам Она подрезала троля Каким-то макаром И первые коты Здесь Канал на 100 рублей И сообщает Чкалька чматрю гэгэ Чо годничам и чуперски честрит Спасибо, Тей Боннич снова уехал Непонятно, когда будет Опа Так, а Тинкер у нас хорош Вообще хорош Его задача создать массовочку Потому что там коты А у тебя арчи Тебе нужно кем-то танковать Тинкер прекрасно выступает В роли танка Потому что у него 600 Запаса здоровья И 5 армора Мы его Хвалим Не просто так Не просто так его берут Третьим героем В талонах Потому что он реально Очень плотный И сам по себе И он еще Чувар, че мы-то не контролим Че Еще он создает массовочку Благодаря факторке И робогоблину То есть он такой Ну Как правильно его назвать Много масет всего Вот Когти выпали Коты Коты делают разведку Ну Он Соответственно Тут хороший Харасов Калайфул Вообще прекрасное распределение Обязанностей Получается Тинкер Пытается Получить Второй Третий А Дима В это время Выигрывает Время Извините за Тавтологию Отменяя Рудник Который прикапывается Тут Т2 Но Кстати Т2 Для чего делать Дряды не нужны Ради чакрумов просто он делает И ради второго героя Скорее всего Но Мун такой человек Что он может и соло-патму В общем-то Продолжить играть Вполне В этом есть свои плюсы Ситуативно Конечно Выгоднее Если противник играет В какую-то агрессию Особенно С Там С первой С второй нагой Или вот Берет какого-то тинкера Ккк Да ё-моё Так Чтобы понять Что происходит Мы должны почувствовать Все чья неч Тримера Мечкера Всё Я Я Я не выдержал Я С вашего позволения Отключу уведомления Потому что Ну У нас последняя игра Я не смогу Где-где Вот Спасибо вам большое Ну это реально отвлекает Просто от процесса В любом случае Когда будет появляться Я в паузе буду засчитывать Но Тинкеру кстати надо передать Да Я ему сказал Что всё надо передавать Оба кольца Потому что Когти понятно У него гораздо медленнее Скорость атаки Чем У А Стоп Там же свитч В В козочек идёт То есть Масарчи Это два Всё отлично Он немного Недоконтроливает Берёт Троля Ему свиток нужен Очень нужен Свиток ему Фуха Я только собрался В Тейлуби Признаваться Гавит Тейлуби Гавит Тейлуби В ретеранчик Но экспанды Нету У Колорфула Он так много времени Уже потратил Если честно Это для Не знаю для чего Я бы сделал там Одного талона А потом начал Сделать гиппогриф Для того чтобы Нет Феррика Феррика Понятно что Талон там диспелится Бла-бла-бла-бла Но это всё равно Нужно делать ручками Какое-то время Повисит он Финальный ивент Разбрей Ты нашёл конечно Время когда приезжать Но я если честно Не знал просто Что он будет Мне об этом Сказали вчера Какой-то Гудгеймовец Которого Живую встретили В Белгороде Просто мимо Приезжали Это удивительно Короче Калорфул С этим своим стилем С этим своим стилем Он очень Ну таким пассивным Можно сказать Он даёт Муну Массу времени На развитие Мун сейчас телепортируется Явно Он забрал Мурлоков Рядом с базой Калорфул Попутно проверив Там висп висит Что экспанды нет Свиток один уже купил Мун Ему бы в идеале Ещё пятую потму Где-нибудь докачать Обратите внимание Что Мун Не через сову играет Он через стрелку играет Потому что Карта маленькая Разведки так Своих хватает А дополнительные 20 единиц урона Это Это хорошо Так Ну вот и что Калорфул делает Он пытается разводить Часть сверху Часть снизу На экспанд забегает Видимо медведи Для Да Минус ауф Вообще Муну можно идти На мэй Просто проходить И даже Бейстрейд идти просто О, талончик Блин, как же Какой же Мун молодец Один талончик Помните, говорил Вот здесь надо сделать Одного талончика Ну, можно не одного Но как минимум одного И одного бы Феррика Если он сделает После двух-трёх талонов Ещё одного Феррика Медведи рычат Медведи меняют форму Медведи делают рельжу Димка делает монобёрн Тинкер кидает факту Всё это Приводит к К тому, что Феррик Тригерится И наносит урон При этом он стоит Как бы Ну, стоит дорого Для двухлимитного юнита 155, кажется Он стоит и 145 Но Да, пошло в бейстрейд Короче Мун Надо приходить навязывать А чё 56 на 68 Свиток есть Второй свиток, видимо Протекшн Персональный телепорт Куда? Что за шатание? Да, вот они Три талона Талоны хороши чем? Ну, вы знаете талонов Во-первых Их в патче сделали подешевле Но это не влияет Он бы и так сделал талонцев И Там эти 10 голды За каждого талона Это мелочёвка Это решает Если там Вы там В массах талонов Играете С одной базы Действительно критично Вот, но не будем Во-первых Магический урон Они боевые маги У них там 11-14 урона По медведям Они бьют Х2 Второй Фэйрифайр Да Подфикшны немного Но тем не менее В сочетании С стреляющими юнитами В сочетании С подмой Со второй С третьей аурой В перспективе Это колоссальное Количество урона То есть вы снижаете Вы смотрите Как медведь ходит справа Форма Протекшн Фокусит дальше Хайдится Блин, под Мунвеллами Конечно неприятно Арчи пытаются Отстрелить Дриад Медведи фокусят Так Патма пятая 57 лимита На 69 Муна больше Хайдит Нормально Ну правда Там падают коты Патма Ну вроде нормально Танкуют Только не надо Сейчас подставляться Патмой На половину Шестая Патма Хайдится Телепорт Ну телепорт Нормально Потому что здесь Красное все И Медведин Разваливается На последних хитах Но Под конец Мун развалился Прям хорошо То есть он потерял Где-то лимита 10 Возможно Телепортироваться Надо было Раньше То есть Если бы он Чуть раньше Сделал То Был бы Разрыв По лимиту Совсем другой Потому что В определенный момент Там где-то было Плюс 15 Плюс 17 Лимита У Муна Вот А сейчас Они На плюс 10 Так Нужно Обязательно Сейчас Сбегать Снова В магазин По сути Единственный Нормальный Способ Восстанавливать Здоровье У такого Большого Количества Юнитов Тем более Часть из них Они с Маной Опять же Ну вот Бежит как раз Покупать Свиток Все свитки Должны быть У вас По стратегии Вот Главное Мне только Не хватает Феррика От Муна Все остальное Понятно Прекрасно Замечательно Феррик Прямо как Вишенка На торте Здесь будет Сори что я тут Фанатею Но Мун Это игрок Конечно Выдающийся Тинкер Нужно на ракет Срочно перекачиваться Это да Это да Что факта Здесь не работает Против такого количества Ранжевых юнитов А ракеты Вторые По тем же арчам По тем же талонам Да Феррифайр Накинул Отступил Экспанд работает Все хорошо Экспанду Калорфулу По прежнему нет Он просто сидит На лимите 50 Наверное Будет дожидаться Когда мейн закончится Может где-то сейчас уже Минута 13-14 Игры идет И мейн уже скоро Истощит базу Опачки Это что мы отдаем мейн что ли Да там виспаме можно и не вычинить это Смотрите что творят Робогоблины И вторая факта Это минус мейн Но проблема еще в том Что нет У Калорфула Телепорта То есть он сейчас Добьет базу Муну И побежит Через всю Хоть и маленькую карту На Да Мун побежал просто на Тыкать в мейн Не не тыкать в мейн Как же быстро уносят они Там грейды наверное А нет Есть ТП Есть ТП Да есть ТП Я не заметил Я не увидел Просто опять по иконке Не узнал телепорт Начинается сражение С видок лечения Медведи снизу подходят Феррика нет Расстройство Как же медведи уходят Под фейрифайром Контрески подтанковывают Сзади талоны арчи Стреляют с третьей аурой Развал шестой уровень И старфол Красиво Блин как же красиво И это только самое начало Блин турнира Ну а чего ты здесь Он сейчас до конца Простоит Стелепортируется И ты Тыкнешь Ну добьем Последних двух медведей Не на контроле Хотя там И что 40 лимита на 40 Ой А еще не все Еще не все Там полегло Такое количество котов Вы смотрите Еще не все Да Ракета конечно забивает Старфол Это еще один аргумент Потому что ему тинкеру Надо было переучиться Срочно Почему он взял тинкером Пассивку Вторую Это Большой вопрос Победный салют А тут Колорфул выигрывает Тут Колорфул Еще выигрывает Ну то есть У него вполне Реальные шансы Потому что Сейчас они играют Один в один Размен был Последний Не в пользу Муна Мне показалось Что в пользу Но не в пользу Под конец Точно не в пользу Мне кажется Что Мунвейл И очень сильно влияли На результат Что прошлого Что этого сражения То есть Что то Было с полуполными Мунвейлами Медведи там Выживали Да и герои Там хорошо стояли Под Мунвейлами В самом начале Да Сколько интересно Золота осталось В шахте Сейчас лимиты равны Это конечно Не на руку Муну Вообще Ему терять Лимит Просто пострате Невыгодно У него Герой Завязанный На лимите Чем больше Тем она Эффективнее работает Тридцать процентов Урона Всему стреляющему Котам Арчам Талон Всему А сейчас Осталась С Ууууу И минус строящаяся база А там дерево Дерево сейчас умрет, дерево не чинит, не чинит, мол, дерево Чуть-чуть-чуть Да, и рыбогомлина убивает дерево само И то детонирует раньше времени Демон Хантер получает пятый уровень А зачем Каллафур отступает? Зачем? Зачем? Как же китайские комментаторы топят Они так оживляются, когда Каллафур Молодцы, молодцы, болеют за своих Гэгэ пишет Мон 1-1 Класс Сияют просто китайские комментаторы Да мы этого Мона Да мы его так и вообще Сильнее всех китайцев Молодцы, топят Дерево само себе убило Да-да-да, там был последний робогоблин Не доконтролил Мун Веспов Но на самом деле там даже если бы он доконтролил Все равно он проигрывал битву Как так-то? Ну Не знаю Мне кажется, что оба сражения на базе Мистер Пэк, спасибо за переподписку Оба сражения, которые проходили на Мэне у Каллафула Они были для Муна невыгодны в плане позиции То есть в первый раз В первый раз вообще нас с двух сторон мочили То есть вы помните, что мы сражались с каким-то количеством медведей на Мэне И к нам еще два героя и остатки армии эльфа подошли сзади А в такой ситуации, когда вы играете за Патму с определенным набором юнитов Есть роли То есть тебе нужно, чтобы хантрески стояли впереди А арчи и талоны спокойно, чтобы к ним там не проходили медведи, герои Чтобы они спокойно стреляли Потому что они наносят основной урон, собственно, сзади Вот, а когда берут в кольцо, то начинается вот эта вот тема Что надо хайдиться, что надо подконтроливать мелких юнитов Их контролить сложно, ну потому что здоровья очень мало Вот И во второй раз тоже позиция была не самая лучшая Но там уже, кажется, кажется больше Ну то есть герои стояли справа, медведи спокойно сравнительно подошли снизу Сейчас, надеюсь, нам эти два сражения покажут Вот, смотрите Здесь сзади Димка с тинкерами, а справа медведи И как бы приходится разделяться То есть хантрески и туда, и туда И старфол пошел 50 на 51 Он пошел тогда, когда уже равный лимит был Да, развал А, хантрески развалились на факте Вот оно что Вот это вот огромное количество трупов Оно было из-за факторки второй Да, я не обращал внимания на то, насколько хорошо факторка стояла И что она постоянно там спамила этих храбогоблинов Ей пофиг на то, что хантрески в хайде Не в хайде, они просто взрываются И всем остальным, ну всем, кто вокруг, врагам наносит рон Да, да Оказалось, что у Муна все хорошо Но у него действительно было больше лимита У него действительно было получше оверролл так по экспе То есть до первого глобального сражения он доминировал Свитки покупал, от Хараса отбивался Базы у него там только разок вроде шахту подбрили То есть не сильно Он контролировал вражеские экспы То есть по экономике у него было все хорошо И это сказывалось, безусловно, на лимите Но даже несмотря на преимущество по лимиту Оба сражения Оба сражения Ну и Ферика он еще не построил Вот это, конечно, косяк, на мой взгляд Шутки шутками, а двухлимитный юнит, который за время сражения наносит урона как медведь А то и больше С учетом сплэша, там могут быть непредсказуемые цифры Ну его нечем особо даже контрить То есть ты можешь, конечно, тыкнуться героями с арбой Там, дрядками немногочисленными пострелять по нему Но, во-первых, у него в форме очень невыгодный Ну, там, и армор хороший Очень высокий дополнительный армор И его повесить можно так, что до него дотягиваться все не будут Там рядом, над лесом, например, повесили У вас летающих юнитов нет И все, Ферик бы штрафовал Над этим лесом все Вообще, на протяжении всей игры Всего сражения, точнее То есть за Моноберн Тебе Нака Вот там 30 урона и всем сплэшем вокруг За каждую факторочку по 90 урона Просто максималочку по герою Там 50 сколько по герою, не помню, если честно Рыкнул? Получи Форму сменил? Получи Риджу вкинул? Умри Рейндж колоссальный Два лимита стоят Здание у тебя уже построено Специально под это талоны выходят Какие проблемы сделать Ферика? Никаких Тем более, кто-то может сказать Ну, Ферика, там надо дополнительно контролировать Но это Мун Если Мун не строит из-за того, что ему мешает Что, типа, это новый юнит Дополнительный, точнее, новый И что нужно под него Еще руки То Кто? Вообще можно юниты из игры убирать? Вот На самом деле он, наверное, просто забыл Бывает такое Сегович говорит Приветствую, дядя Миша Удачного комментирования Смотрю вас со времен комментирования демок Это было прекрасно Спасибо, старичок Всем олдскулам большой-большой привет Спасибо за то, что смотрите Видите, игроки тут Взрослые Я сегодня увидел Муна И вспомнил нашу фотографию С World Cyber Games 2005, что ли Щеглы такие, щеглы Там Кселос приехал И Мун Для того, чтобы сыграть шоу-матча С победителями российских отборочных Мун играл против Дедмана А Кселос играл против То ли Экса, то ли Андроида Я не помню, кто на том World Cyber Games Оказался сильнее Но это два топовых просто террена Легендарные игроки Дядя Миша Да, дядя Миша Ну, если просто с демок, то Мы заочно знакомы уже, получается, лет Семнадцать Да, Бо Три Бо Три, третья решающая игра Colorful Moon Это, к сожалению, последняя серия на сегодня Но Впереди еще шесть игровых дней То есть, веселая будет неделька Классная будет неделька Каждый день Примерно с часу Я всегда говорю примерно Потому что не уверен, что у них расписание будет Прямо час в час Завтра будет серия из четырех матчей Тоже Best of Three Будет играть в том числе Фогич Будем за него болеть Colorful погружается Смотрите, в игру У него лоб уже, как у Боннивура На трансляциях Занимает центральную часть Дэмун тоже немножко так нагнулся Но интрига присутствует И игры очень близкие Ну, почти что семнадцать лет, да По-моему, воводы были в журналах с дисками Навигатор игра мира, по-моему Да, все так и было Все так и было Навигатор игра мира Я сижу, улыбаюсь Старые уже стали Так, перчатки скорости Выпадают одному демону А второму не демону Подме выпадает сороклетка Мун играет через Патму Во второй раз Ой, Colorful троляка Дождался до последнего Мун специально немножко дистанцию увеличил Для того, чтобы, возможно, отвлекся Colorful Подумал, что она наверх Но потом с предельного рейнджа Спустя там секунду Сделал выстрел Но Colorful все равно Проявил бдительность Уделил время этому виспу Для того, чтобы вот доконтролить Молодец Родж, здравствуй Поздновато пришли Ну ничего, запись делается Рестримы идут Я после игры К завтрашнему ньют Графику попробуем подтянуть Если у кого-то есть возможность Там аккаунт кукушный, готовый Будем благодарны Подарим там ключики Что хотите Вот, будет графика почетче Потому что делать рестрим с Back to Warcraft У них периодически возникают проблемы С китайским фидом И они подлагивают А у нас, видите, все тут хорошо С трансляцией По крайней мере, в этом качестве Эй! Это как сокол прям Я думаю, звучку выключу За Warcraft Не долларам, конечно же Спасибо, таракан Видимо, товарищ зарегался на ГГ Когда в StarCraft играли Когда играл в StarCraft А, кстати, 51-й Roach Это же... Не, помещается же в лимит Вообще, они же двухлимитные Изи Если бы это был 101-й Roach Roach 1.0.1 Тогда... Тогда да Возникают вопросы Как он появился При лимите в 200 максимальном Ну, есть вариант, естественно Вариантов несколько причем Ну, ладно Через экстра-рабан Ну, вот-вот-вот-вот Пошли уже Ну, не только еще Накидывайте, накидывайте Какие есть способы получить дополнительного Roach Кроме дронов, которые в минус-лимит что-то строят Ну Вы можете играть за любую расу У вас любой противник Давайте, как... Побольше вариантов Ладно Инфестер Инфестер Кажется, не добавит тебе его в лимит Даркой переманил Во, хорошо Чарм Рабочий вариант Воскреси Паладина взяли Хорошо Через свиток Не, у нас про крафтеры реально на трансляции Ладно Тинкер вторым Такой же герой, как в прошлый раз Тинкер Тинкер Но Посмотрим, будет ли Харас Какой-то экспанд ПВЗ Приручаешь раба Строишь лимит рачей Потом еще одного рача переманиваешь Хорошо А как переманивать у нас Чем мы переманиваем Через красный шар Игорь В смысле, нам уже о втором строках все говорим Даркархов нет во втором строках Кажется, я озадачил пацанов Ник появился в 2000 году из лишней игры Папа Роуч Аааа Папа Роуч Хорошо Теперь мне трачей Ну конечно Ладно, давайте к игре К игре, к игре Пофлудили и хватит Лимиты одинаковые Но на самом деле здесь пока События развиваются абсолютно так же, как в прошлый раз Герои одинаковые Ну, по сравнению с прошлой игрой Выбрана страта Выбрана страта другое Ой, Мун же не через А, нет, Мун играет через котов, но без фанатизма Он пока играет сразу в Меньше котов, больше арчей Возможно, он их достроит, но просто нет А, нет, 4 кота Блок-блок-блок-блок-блок-блок-блок-блок-блок-блок Мог же закрыть, мог закрыть Еще может... Идеально Да Минус тп Блин, но Мун там в один момент подкосячил Он уже мог заблочить этого Димку Если бы Мув вовремя нажал Так Тинкер в соляного крепится Так же, впрочем, как и в прошлой игре А Дима там трется рядом с экспандом Но успеет ли он шахту отменить или нет Нам пока не показывают Шахта уже рутится, но прогресс я боюсь наврать Готов он там, не готов И переходит АОФ Да, Джо Финду, ориентировочно после... После этого мы пойдем в Диабло Да там осталось Либо сдохнем, либо пройдем Вторую сложность закроем Светок лечения Субимаска, вот, кстати, по отмене очень решает А вот два носка плюс Агила, это прям класс Хотя нет, что я несу Субимаска решает Она же постоянно тратит небольшое количество маны на стрелку А лечиться ей было бы приятно Не-не-не-не-не, Субимаска для нее хороша Субимаска для нее очень хороша Она постоянно с недобором маны Тут-то три медведи Как и в прошлый раз Фэйрифайр, как вы видите, уже висит, но... Но я не понял, откуда вообще это фэйрифайр Там талона еще нет, вроде бы Нет, это не фэйрифайр Это у Тинкера так горят огоньки сзади Я не заметил Не заметил И он продал Соби? Ну, возможно, из-за слотов Понимаешь, когда тебе нужны свитки Ну, свитки важнее просто, чем Соби Маск Объективно Это один из минусов игры в соло-героя Вы сталкиваетесь с проблемой Особенно, если играете через скриппинг А вы, как правило, играете в соло-героя через скриппинг Из-за того, что получаете бонус по экспе с Т2 У вас заканчиваются слоты А здесь еще есть ограничение, что Пара слотов тебе нужна для свитков Поэтому, выбирая между чистым уроном И свитками Он выбрал, соответственно Ну, чистым уроном свитками и Соби Маск Он выбрал Самое слабое звено Это Соби Маск Микс пока тот же самый Разве что Не вижу эталонов Чуть-чуть не хватает до пятого уровня Муном Серьезно? Прямо вот так? Ну, хотя, почему нет? Там лимита 72 Опять же, есть разведка на экспанде А Colorful только-только выходит из лимита Преимущество колоссальное у Муна Колоссальное Если не дай бог, сейчас выпадет из красной точки Какой-нибудь аурный артефакт Это будет мега-подгон Да или когти плюс 12 Что там? Медалька Чушь полная Даже смежный, отдельный артефакт был бы полезнее Это самый бесполезный артефакт из возможных Реально самый бесполезный А там выпадает медалька Но на этот раз медалька хороша Потому что, по крайней мере, она добавляет более нужное здоровье Демон Хантеру Что? Подрывники, подрывники, подрывники Куда? Вниз! Во! Во, что за кривизна-то? Ай! Добей! Добил Уже второй раз сегодня криво взрывают эти колодцы Ну, прям, ну, чуть отступил он от нижнего Мануэла Винусит Хантер Схол Важная штука Позволит по грейдам обогнать противника У Муна сейчас доделался первый грейд на атаку Скорее всего, он там штампует грейды дальше Ну, это чуть ли не единственный способ усилить свою армию Когда ты приближаешься к лимиту 80 У него на руках косарик И вот куда этот косарик? Пять лимитов мне еще смущает незабитого Я подумал, что даже он после пятой потмы Будет делать какого-то героя дополнительного То есть возьмет в таверне что-нибудь Не знаю, что Что можно взять Такого полезного Более полезного, чем потенциально шестая потма Дирижабль есть Ну, сейчас позиционно Здесь много свободного места, на самом деле, для медведя, что очень хорошо Он шреддера берет И понеслась Деревья идут вперед Каты чуть назад Где же мой феррик? Я его не дождусь, видимо, сегодня И нет талонов В этот раз Рык Подконтраливает Спасает юнитов Очень хорошо аовы танкуют Прям шикарно Персональный телепорт Или обычный телепорт? Обычный телепорт Ушел Но Парочку Одну дрядку Штрафонят еще на отступлении Сильных потерь У Колорфула не было То есть он потерял, наверное, юнита Три Четыре, может быть Нет Три, наверное Итого, среди мелких юнитов Типа там Дрядки какие-нибудь Что медведи вроде как живые И по лимиту он не сильно просел Мун выходит из лимита 80 Вот насколько важен масс Ему бы еще поражать свиток лечения И второй купить Сначала купить Второй, а потом поражать Может даже не прожимать Потому что там не все битые Но то, что Муну нужен второй свиток Это 100% Видите На этот раз исправил ошибку Прошлой катки Колорфул На четвертом взял не пассивку А взял ракеты Ну потому что он видел пятую потму Они даже посражались с ним То есть был уже какой-то размен То есть там В следующий раз она может получить шестой Пойдет в старфол И придется в любом случае сваливать Если не будет возможности Ее зафокусить Или перебить Ну ракетами Дима очень не уверенно смотрится У него артефакты А, он медальку продал, да? Я думаю, почему он такой неплотный? Он продал медальку 100 хп Как-никак Дополнительно Муна 100 лимита уже 100 лимита И два свитка лечения Ну ему нет смысла отступать Он делает Т3 Но скорее всего это просто для меткости Ну и для грейдов там Если будет упрется в два Понеслась Начинает подконтраливать Точечные юнитов Дирижаблем Отконтраливает слева дрядку Красиво Битых назад Дропы Для того, чтобы эффективнее свиток юзать Скоро свиток первый надо использовать Если он не использовал его уже Нет, не использовал Первый свиток пошел только что 66 лимита на 93 Какие тут шансы? Шестая Патма И погнали Подрезается там Однодрядка Но это мелочи все Патма идет вперед Попробует старфол Но там уже ракеты Ракеты тут же И Дима Может умереть сейчас Выгружает юнитов Ну красиво Ну Мун Мун Не безупречно Но за это Закачали еще один свиток Просто 80 лимит остается у Муна Падает Тинкер Это ГГ 100% Джи-Джи Пишет Colorful И Мун Проходит в Ну в следующий тур Там финал винеров По сути ему нужно будет сыграть С кем сыграть Нужно будет сыграть С Лином За выход с первого места из группы Еще разок рекомендую вам Прочитать эксклюзивное интервью С одним из участников